Теперь страшное слово. Страшное слово. Я знаю, что если уж ЦСН пока школьники не знают, то этого слова они не должны знать и подавно. А может быть я ошибаюсь. Это слово логарифм. Поднимите руки, кто знает, что такое логарифм. Расковь. Аж такой натуральный логарифм. Тем более. То есть Е вы знаете. Но я привык к тому, что это страшное слово. Хорошо, что знаете. У нас с вами есть жадный алгоритм, и мы ни разу его не применили в общей ситуации, согласитесь. С помощью жадного алгоритма мы ведь в конкретном случае нашли одну из лучших оценок, очень близкую к нижней. Сейчас я вам на пальцах попытаюсь объяснить следующий замечательный результат. Этот результат является уже, можно сказать, первым шагом в настоящую науку в этом месте, потому что он в каком-то смысле не улучшает. Но в каком смысле он не улучшает, я объяснять не буду, потому что это большая наука, и мы загнемся, если я буду это объяснять. А вот сам результат я попробую объяснить до какой-то степени. Тем более, что страшное слово оказалось не таким страшным. Это уже, конечно, теоремальное утверждение. Я даже не знаю, кто ее первый доказал, но вроде считается, что M, такой вот ту великий ленгерский математик. Утверждение такое, опять про верхнюю оценку. Какова бы и была совокупность M, того от M не превосходит, но сейчас это будет страшно. Потому что здесь помимо логарифма есть еще много разных символов. Но, в общем, пишется так. Максимум из двух величин, одна из которых это M поделить на K. А другая, это N поделить на K помножить на логарифм натуральной дроби SK поделить на N. Но вы сказали, что знаете натуральную. Да? То есть это степень, в которую надо возвести E, чтобы получилось SK поделить на N. К этому надо еще, ко всему этому максимуму, прибавить N на K и N. И вот это точно будет правильная оценка. Последняя что? А? Где? Плюс N на K плюс 1 точка. Плюс 1, это единица. Да, чуть-чуть надо еще подправить на единичку. Все ужасно, а тут еще единичка. Вот, понимаешь. Без единички никак. Так, друзья, значит, что здесь точно надо осознать, независимо от того, знаете вы определение логарифмы или нет? А, вернее, зависит. Если знаете, то мы это точно осознаем. Вообще, вот глядя на этот максимум, на первый взгляд, на первый взгляд, кажется, что, наверное, всегда он достигается тут. Ведь тут стоит N поделить на K и тут стоит N поделить на K, но только в последнем случае N деленное на K еще на что-то умножается. Неужели же это не больше, чем вот это? А если оно больше, зачем же я брал максимум? Написал бы просто вот эту всю ерунду и успокоился бы? Скажите мне, в каком случае это произведение может оказаться меньше, чем первый элемент Максова? Когда вот этот логарифм меньше е. Когда не логарифм меньше е, а когда то, что под знаком логарифма меньше е. Правильно? Более того, то, что стоит под знаком логарифма, оно может быть даже меньше единицы. Ну, в самом деле, что значит, что SK поделить на N меньше единицы? Это просто в точности означает, что S меньше, чем N поделить на K. Ну, извините, мы с таким случаем разбирались только что. Такое бывает, конечно. S может быть меньше, чем N поделить на K. Вот оно сохранилось, вот. Прямо в точности. Такое бывает. И в этом случае логарифм это вообще какое число? Отрицательное число. И тогда уж точно максимум находится здесь. Иначе нам бы пришлось что-то вычитать отсюда. А это как-то странно. Но, с другой стороны, если SK поделить на N больше, чем Е, где Е как раз основание нашего натурального логарифма, то логарифм вот этой дроби больше единицы, и максимум таки достигается здесь. Поскольку, может быть, вы помните, что максимальное S это C из N по K, S может быть даже равным C из N по K, и, наверное, понимаете, что C из N по K это очень большое число, то, в принципе, вы догадываетесь, что это неравенство выполняется как раз чаще, чем вот это. Как правило, S большое, и наша дробь все-таки больше, чем Е. И максимум действительно достигается здесь. Но бывают такие ситуации, тогда максимум тут. Понятная тема? Ну, не доказательства, а того, что здесь написано. Так, теперь доказательства. И давайте я не буду доказывать подробно некая схема, что ли, доказательства. Абсолютно вам доступная схема доказательства. Ну, если говорить строго, надо освободиться от некоторых двух ситуаций, в которых все вообще тривиально. Есть ситуация такая, теоретически. Может такое случиться, что S уменьшит человеку 9 на K. Ну, мы уже не раз это обсуждали. Может такое случиться, вот оно. Может такое случиться, что S уменьшит человеку 9 на K. Тогда, если так случилось, тогда используем утверждение номер 1. То есть, возьмем оценку K у от M не превосходит S. Эта оценка верна всегда. Она верна всегда, правильно? Мы это доказали. Это совсем очевидно. Но это же меньше, чем N поделить на K в рамках нашего случая. Но согласитесь, что N поделить на K меньше, чем весь этот монстр. Это, в свою очередь, меньше всего этого монстра. Здесь берется максимум из этого числа и еще какого-то, возможно, большего. И прибавляется оно же, и еще единица. Но, конечно, меньше. Конечно. То есть, в первом случае, все легко. И еще и второй случай, который для чего-то нужен. Можно предположить, что наоборот, N поделить на K, может быть, на N логарифм, мы сказали на N больше, чем N. Ну, может такое случиться, теоретически. Вот так больше, как правило. Может случиться такое. Тогда, ну, елки-палки, возьмем просто оценку того, как N не превосходит N. Эта оценка тоже в соответствии с утверждением 1 всегда верна. N человек всегда может взять в команду. Но в нашем случае это не превосходит. N поделить кака логарифм с K на N. Ну, а эта величина, в свою очередь, точно меньше, чем монстр, который мы заявили. То есть, опять все в порядке. И останется третий случай. Третий случай, это когда S больше не равняется, N поделить на K. В этом месте все в порядке. И N поделить на K логарифм с K на N, меньше, чем N. Вот такой вот случай, который не подойдет, не подойдет и не подойдет услуги. Бывает? Вот последний оставшийся случай. Вот в этом случае надо запустить жадный алгоритм. Поделить руку, кто следит пока за происходящим, жив, так сказать, кого я не похну. Я не похну, некоторую часть, но он, наверное, сложный. Это хорошо, спасибо. Спасибо за подлитые руки, все понятно, да. Давайте сейчас предполагать, что ситуация сложилась так, как я написал, и запустим жадный алгоритм. Что значит запустить жадный алгоритм? Ну, все помнят жадный алгоритм. Нет? Берем точку, которая входит в наибольшее количество множеств. Знаете, у меня для этого есть тоже некая развлекательная интерпретация. Я же называю эти множество сардельками, да? А вместилища, в котором они все находятся, множество из N элементов, я называю кастрюлькой. Вот в этой кастрюльке есть сардельки, они как-то там варятся. Что значит взять самый такой жадный элемент, то есть элемент, который содержит больше всего? Нет, надо говорить так, берем шампу и начинаем тыкать в эту кастрюлю в позициях, отвечающих разным элементам. Тыкаем в одно место, тыкаем в другое, так N раз. И находим то место, в котором на шампу садится больше всего сарделька. Вот это место, это и есть тот элемент, который мы выберем на первом шаге жадного алгоритма. Алгоритм именно такой. Тыкаем в шампу, мы пока не найдем самую жирную часть, самый лакомый кусок. Наверное, по столу не очень хорошо так рассуждать, но я просто прошу тебя. Ну вот, значит, взяли элемент, давайте назовем, как и раньше, X1. Ну, я вам уже все сказал. Тот элемент, который содержит в ней большее количество сарделька. Теперь внимание. А помните, там еще было бы значение Y1. Это сколько сардельк сидит на этом элементе? А сколько? Не менее, чем сколько? Не помните о рассуждении? Я рисовал вот эту всю лаканку. 1, 2 и так далее, N. Потом на дне рисовал эти сардельки друг над дружкой. Такое было бы... Там было так. Там было Y1 умножить на N больше, либо равно, чем количество сардельек, помноженное на количество элементов в каждой из них. Чем S, чем S, чем S, там было 6 на 18. А здесь будет, в общем случае, S умножить на K. Совершенно верно. 6 на 18 как раз, ну или 18 на 6, как раз S умножить на K. Отсюда следует, что Y1, ну никак не меньше, чем SK поделить на N. Вот вам это число, вот оно откуда берется. Это просто вот эта вот легкая оценка для количества сардельек, насаженных на самый жирный шампунь. Что мы дальше делали в рамках жадного алгоритма? Мы убирали элементы X1, он свою роль сыграл. И убирали все вот эти SK поделить на N сардельек, которые уже тоже представлены с помощью X1. Сколько у нас осталось сардельек? У нас осталось S минус SK на F. Всего было S изначально, и мы из них вот столько выкинули, а они уже представлены с помощью X1. Давайте это обозначим S1. Это вот сколько осталось сардельек. Да? Ну а в следующем шаге что мы делаем? Мы, конечно, берем Y2. Вы же помните всю эту процедуру, она простая. На нем сидит Y2 сардельек. На этом шагурие сидит Y2 сардельек. И как это оцениваете снизу? С скажем. Не S, а вот S1, да? S1, да, вот это число. Умножить на K, поделить на что? На N минус 1, да. Но мне не хочется тащить за собой вот эту мелочь, поэтому я скажу, что это точно больше, чем S1K. Просто поделить на N, это же правда. Поделить на N минус 1 и поделить на N. Конечно, не равен 100 в эту штуку. Так, значит, после взятия второго элемента в нашу систему представителей, у нас осталась S2 множесть, которая чему равна? S1 минус вот это, правильно? Смотрите, как похоже. S1 минус S1 канает. Удивительно похожие вещи, да? А как быть, что они не целые? Что? SK делить, наверное, нужно, может быть, не целые. Э-э-э-э-э-э. Да, да, да. Ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо. Значит, смотрите, S1 нехорошо. Спасибо большое, да. Спасибо большое за вопрос. S1 это не вот это. S1 это сколько осталось непредставленных множеств. И S1 точно не больше. Вот это будет правильно. Извините, некорректно сказал. S1 это сколько осталось непредставленных множеств после того, как мы выбрали шампуром X1. Шампур X1. S1 точно этого не превосходит, потому что Y1 больше не упражняется, SK поделить на N. Соответственно, S2 это сколько осталось множеств после протекания шампуром X2. И она тоже точно не превосходит вот этой величины. Виноват. Да, вот это более корректно. Спасибо. Ну, сейчас все хорошо, да? Понятно? Не забылись, нет? Понятная идея, да? Отлично, отлично. Сейчас у нас будет катарсис. Вообще почти катарсис. Но кто поймет, тот точно получит катарсис. Очень красиво. Давайте действовать так же, что мы выбрали X1, потом выбрали X2, дальше выбираем X3 и так далее. Давайте сделаем так. N большой шагов. И давайте в качестве этого N большого возьмем такую величину. Это будет целая часть от N на K логарифма SK на N плюс 1. Внимание! Почему столько шагов можно сделать? Сейчас вообще все будет подробно. Почему столько шагов можно сделать? Столько шагов можно сделать. Потому что мы находимся в случае, когда вот это все выражение строго меньше, чем N. То есть целая часть плюс 1, и N не превосходит. Мы точно можем сделать столько шагов, потому что изначально у нас N маленькая элемента. Столько шагов мы сделать можем, потому что мы ограничились от ревиальности. Эта ситуация у нас сейчас имеет место. Вот давайте столько шагов этой жадной процедуры сделаем. Внимание! Смотрите. После первого шага жадной процедуры осталось не больше, чем столько множеств. Не представлено. После второго шага не больше, чем столько. Сколько у нас осталось после шага с N большой? Ну, S, N, да? Которая не больше, чем S с индексом N-1, да? Минус S с индексом N-1 на K на N. Согласны? Прекрасно. Давайте не на куточку ставить. Давайте вынесем за скобку S, N-1. Вынесем за скобку S, N-1. В скобках останется единица минус K, равная на N. Но для S, N-1, точно так же, как и для S, N-1. Верно же такого вида оценка? Давайте напишем, что тогда получится. S, N-2, 1-K на N, это оценка, которую мы получаем аналогичным способом для S, N-1. Но надо еще раз на 1-K на N-1. Правда? Вот на этот. Успеваете? Так, а для S, N-2, какая оценка, верно? Точно так же. S, N-3 опять поможет на такую скобку. Пишем, и так далее. В конце у нас получается просто исходное S, с которого мы стартовали. А сколько раз нам надо будет умножить это исходное S на скобку вот такой величины? Сколько? Нет, ровно N-большое. Ровно N-большое раз. Потому что вот это S как бы S-нулевое. Для него не было отдельного обозначения. Было S, потом было S-1, потом S-2 и так далее. Вот это S как бы S-нулевое. Значит, всего N таких сомножеств, N-большое таких сомножеств. Теперь внимание. N-большое это целая часть плюс 1, да? Я хочу сказать, что, конечно, целая часть X больше не равна X-1, не правда ли? Ну, то есть, вот это точно больше либо равно N на K, логарифт натуральный S-к поделить на N. Но тогда все это меньше либо равно, поскольку число, которое возводится в степени N-большое, меньше единицы. А N больше либо равно. Вот, видите? Значит, это меньше либо равно S-1-к на N в степени N на K логарифм S-к на N. Согласны? Так, вот теперь надо проявить недюжинные познания в вопросе того, что такое логарифм. А именно, согласитесь ли вы с утверждением, что 1-к на N это Е в степени логарифм от 1-к на N? Те, кто знают определение логарифма. Это утверждение просто о том, что X равняется Е в степени логарифм X. Верно. Ну, конечно, верно, правда же? Так, то есть я вот эту вот штучку, стоящую в основании, могу заменить на такую вот Е в степени. И теперь я эту штучку еще вот в такую степень возвожу. Что у меня со степенями происходит? Они перемножаются. Понимаете, что степени перемножаются? У меня получается на Е в степени логарифм от 1-к на N. И вот это надо умножить на N на K логарифм от S-к на N. Вот на это вот. Понятно? Как они перемножаются? Так, теперь вот придется оставить за кадром такое утверждение, я не буду доказывать. Можете проверить на калькуляторе. Если не знаете, как это сделать, всегда логарифм от 1-X не превосходит минус X. Есть такой факт. Его придется оставить без доказательства, но если хотите, проверьте просто на калькуляторе, как угодно. Это несложно. Тогда у нас продолжится неравенство, и получится S умножить на Е в степени. Смотрите, логарифм от 1- вот такой вот X, k поделить на N. Не превосходит минус X. То есть минус k поделить на N. Это оценка вот этого первого саммножия логарифма. И он умножается на N на K логарифм с K на N. И тут начинается, знаете, как в Тетрисе. Сейчас все провалится. Шлеп, шлеп. Во-первых, да? Теперь, новое надюжинное понимание. Что такое Е в степени логарифм от S, k на N? Давайте, я отдельно. S, k на N. Да, да, да. Это S, k на N. Правильно. Просто поопределить. Но у нас-то стоит Е в степени минус. Минус этот логарифм. Что надо сделать? Перевернуть. Правильно пишем. Равно. S умножить на N, деленное на S, k. Согласны? Шлеп, шлеп. Опять Тетрис. Что осталось? N поделить на K. Внимание. Что такое вот это N поделить на K? Это верхняя оценка числа еще не представленных множеств. После того, как мы выбрали N большой элемент. Ну давайте тупо из каждого из этих оставшихся, не более, чем N поделить на K множество, возьмем по элементу. Возьмем вот из этих оставшихся, их не более, чем столько, из каждого возьмем тупо по элементу. Куда будет написать? А вот сюда. Вот сюда. Сейчас мы его вот сотрем. И вот сюда допишем. Тупо добавляем по элементу. X N плюс 1 и так далее. X, ну какой-нибудь там N плюс M, где M не больше, чем N на K. Вот добавим столько элементов в систему представителей, чтобы представить оставшиеся множечки. Их осталось не больше, чем столько. Вот каждому из них представим. Согласитесь, что вот это все вместе, это точно соп для нашей исходной совокупности. Потому что мы что-то представили первыми N большими элементами, а то, что осталось, чем уже немного, мы представим вот этим. Их немного. То есть, Tau от N не превосходит N большое плюс M маленькое, а это не больше, чем N на K. Логарифм СК на N плюс 1 плюс N на K. Вот это N поделить на K, это отсюда. А вот это вот, это отсюда из определения N большого. Оно же было как раз целой частью этого плюс 1. Но, батюшки Светы, ведь эта сумма, это в точности вот эта сумма. Мы все доказали. Слушайте, я все доказал. Победа. Она, в принципе, почти не улучшаем в некотором смысле. То есть, можно доказать, что существует, наоборот, совокупность тем при некоторых ограничениях, у которой Tau от N больше либо равно практически вот этой величины, которая там очень мало отличается. Но что это значит, как это точно сформулировать, как это тем более доказать, это предмет уже более сложного исследования.